приветствую вас дамы и господа у нас ролик ролик пока что лучшего игрока в пабе на просторах киберспорта у него топ-1 ранг по европе на текущий момент он смог ватсона обогнать если что и это butterfly он же сатаник ну сейчас прям такой молодой и перспективный игрок ему 16 лет всего лишь а он уже так разваливает пабы да он уже играет на просто не на скажем честно на просто не пока команду не так себе поэтому нужно ему прокачиваться и выходить все один команду посмотрим сможем это сделать может это пробиться добиться потенциал него конечно же есть мы в принципе там не знаю учитывая то что команда уже сейчас керри кикнули с командовать же кикнулись что он лысого юраги который узнает возможно этого парня сможем смогут взять но опять-таки есть нюанс ему всего 16 хотя в принципе у нас есть просто игроки которым тоже там лет по 16 плюс-минус они катают короче пишите в комментарии как вы думаете какие перспективы у этого игрока но и не забывайте написать комментарий из 7 слов для продвижения видео не забывайте подписаться потому что от подписки а растет песка и но если вы желание то поддержите контент донатом полки аркаду снизу тем больше спасибо а также подписывайтесь на мой канал в телеграме там бесплатные вип прогнозы киберспорт и также бонусы для тех кто любит сделать ставочку так ну что данная карта играет он на луне кстати почему-то у нас дота сломалась плане того что дота тебе показывает где играет про игрок потому что раньше подписывал белым никнеймом про игрока как бы у нас вроде бы есть про игроки по крайней мере я вот чекал по то два про трекера тут были про игроки в матче но вот тоже дукая запустим но почему-то не отображает то есть то ли в доте вышло обновление то ли что-то еще но раньше подписывал тебя внутренним жирным белым шрифтом игра который у нас имел себе высокий но не имел свой высокий а этот игра в сцене ну ладно тут у нас пошла агрессия кида уже пробиваете временем тайтхантера мы немножко ранги не досмотреть это закончим чтобы уже убрать это задание выполненным студент садовом стать hunter руи катает 74 ранг и тимберсо катает 133 кстати ему интересно у есть канал 2 там канал на украинском так вот там вышел ролик самый большой средний ммр в истории доты там катка такая прям кайфа в этом тоже гладкости батарфля там играл роем там играл ведь он там играл нован там был miracle в матче короче катка где двенадцать триста шестьдесят этого мэра доступа на канале радик про так что можете посмотреть так вот по поводу луны луна себе на первом левый берет бим почему бим потому что решил таким образом немножко под контроль и добавить себя на линию плюсы еще бима можно контролить краски крипа ранжевика чтобы точно себе забрала скид можно комбинировать на пару краски стычкой плюс удар и тогда вы вероятнее всего сможете себе за контроль тренджевика вообще луния не очень комфортно стать линию против хантера потому что к тайт хантер ее может нами на тякарем а якорь снимает часть урона у луны проблема луна в том что вода дороги маленькая дальность атаки казалось бы герой как бы дальник но дальности всего лишь триста тридцать получается луна что как бы маловато будет пошла греться на рубена немножко там наваливает дэманджа еще и битрайдер рядышком мы пытаются может намять пока эти молодым людям по поводу начального закупа луна знала что будет стоять линию против тайт хантера так что начали закуп это у нас получается сразу стики ну и добирать себе еще и в рейсбэндик поводу бима бим это у нас удар луч луч сверху он падает он немножко оглушает на 0 6 секунды то бишь он сбивает телепортации в плане контроля кажется слабенько но хотя бы что-то кстати на дэманджа тайт хан трутой духа пытается уйти и отступает но в как видим эффективно размениваться по хп парня вносит бим у нас дэмэдж магический при этом можно эффект стана развеятельно развеиванием как-то работает с любимой станами дэмэдж от 80 до 200 получается до 3 320 у него возрастает и машина каждом левеле на 8 на 80 урона ну и получается кулдаун падает кажется каждую прокачку на одну секунду до 6 секунд и также мана требует 90 но мана растет за каждую прокачку этого этого спала на 10 маны за уровень ну и также качать себе еще пассивка пассивка это lunar blessing работает в радиусе аура 1200 до прон союзникам до 21 урона на максимальной прокачке и также увеличивает обзор ночью для луны но логично луна как бы это герой ночной ну потому что этому как бы луна очень нам все дела и понятно поэтому как босс и краски и имеет это раскачка на самом деле . флова бонус это очень классно работает под какой-то там под усиление линии очень класс когда у тебя на линии есть тут же там дальний какой-то кто может быть подоминать хотя и смиричным тоже можно по типа номинать и также классно работа еще и под под пушта варом довольно таки все кайфово также бонус для владельца вам будут повышенные то есть допустим бонус обычный 9 обувь вот 10 18 он залетает но и как раз когда будет уже максимально уровне раскачки было бы получать себе с четвертого уровня 42 урона очень даже приятный опять-таки кайфовый бонус залетает для этого персонажа при этом ночью это действует по всей карте и величие дальность обзора владельцем то есть помимо того что это еще и дальность добавляет обзора ночного так еще и по всекарте работает рядки не забывайте что дайте есть еще кнопочка alt кнопочка может прокликивать себе способности и при этом можно как раз таки получать топ информацию допустим в плане того же бима но есть уточнение что некоторые радиусы этой способности могут но не могут смысле а увеличены и пока вот это так раскачивать себе в пока второй спелл смысла не особо тут нет почему потому что это стал будет линию расшатывать этому глейвы глейвы и делают оскока фоков от 3 до 6 в зависимости от уровня прокачки также с раскачка уменьшается снижение урона за отскок то есть можно только лишь потерю 35 процентов себе сделать поэтому отскоки на суки не действует модификатор атаки на урон от них может быть критическим перты вылетают там дезольтому стола не отскакивает по всем целям что было ну что логично опять таки ну и пока в плане тима это потом уже поговорим потому что пока у нас идет раскачка раскачка в луну весьма стандартная пятки получается уже вот матч четвертом уровне берет себе краски глоевые потому что можно уже линию по раскачивать можно уже леса чутка по пылесосить нужно нуждается в покупке масках поэтому что у москов по нас позволяет луне пойти и леса долбит нормально парвен долбим долбим нормально и все зарабатываем ну и также себе стоит конечно же выход в манта стайл потому что мантали лун это тоже масках шмотка через иллюзии можно будет линию подпушить и леса пофармить опять-таки я же это увеличением у спида успеть влияет на скорость фарма поэтому это очень даже кайфовый бонус кстати что думаю дота в этом матче дота считается шансу команд примерно равны но с небольшим перевесом для команды радиантов пять минут спустя луна у нас стоит ли не весьма достойно фраг уже один лупанул как минимум себя у него 10028 на 5 по крепочкам ну в целом нормальная рабочая линия ману на бим как видим он сливает постепенно потому что в принципе кроме бима у него ману требует только ультимативная кнопка у тебя это пока нет поэтому спокойно кнопку нажимать конечно же не забывайте покупаете ли пт-шку именно пт-шка появилась хоть и луны потому что файзе не особо нужны пт-шка прям ну прям по кайфу так вот не забывайте при покупке пт-шки прокликать пт-шку на интеллект чтобы нажимать бим под интеллектом чтобы тратить меньше маны но видим то что он забивает это дело но все-таки это но эффективно как бы да там копейки под копейки под ну как бы копейки сбережения мана скажем так но все же это приятно для него получается но самом деле в этом матче луна донки кайфово свой ска герой потому что можно и затымповать плюс луна тут еще обладает хорошим бёрд сторонам по магии и может у накраски неплохо про 5 уже той хантера которого как бы много жира того же тимбер который много жира и армора но вот магии можно будет их неплохо раз калашматить ну и в принципе спокойно себе стоять линию зарабатывает бабки приоритете раскачки это lunar blessing все-таки повышение дэмэджа двукратная вот пассив для лун это очень кайфово то есть у луна уже плюс 30 дэмэджа и уже дэмэш луна перевалил за сотню сурки хотя казалось бы там что-то почти ничего почти нет ну и конечно маркет маркет маска маска и шмотка потому что маска это по сути халявный реген лун краски очень по кайфу все это вырегеневая для себя под боевами запускает плюханцы по оппоненту и как бы формить себя спокойно на линии фармить спокойно лес может светом в лесу крипов танковать луна у нас герой а по кстати там бы этих прим агрессивно катает но не добился оппонентов подрубая пт на силу пт на мощность ну и там пока просто тимбер отжимая часть крипов то было не формила так вот по поводу луны в принципе что еще мы с вами не сказали что еще мы с вами позабыли стики пока он не улучшает как мы видим возможно и не будет этого делать и веточку оставляет веточка то статы и статы как бы лично не будут пока как бы они ну кушать и просят место место занимают но как бы тут в других слотах пока луна не нуждается леса формится леса присосится поэтому в целом все потихоньку зарабатывать памяти луна в целом сейчас герой хороший поэтому паве спокойно пикателону на легкую линию пока залетает ну падает ему шмотка брумхэндл ну не то что прям лучшая шмотка для него потому что опять-таки не работают у него дальность атаки только для миличка работает но в целом 8 армора 4 брони почему бы нет он в целом весьма кайфовый луна так спокойно вот ли не так вот запущивает отталкивает сейчас немножко крипы у нас отойдут в сторону тайтхантера хотят и духа тоже ли не запущу потому что у той духе есть якорь но луна как бы линию расшатала лишь подпушила в сторону оппонента и при этом подфармливать леса как только крипы перемещаются под вышку луна тоже смещается под вышку и там себе спокойно фармит и до фарма себе mask of madness при этом проверяя карту что вообще происходит а как видим скилл поинт свело не оставляет на ультимативную потому что ну как бы можно в теории оставить может быть будет необходимость ультимейта но по поводу ультимейта ультимейт это эклипс это ультимейт который бьет по области бьет лучами лучи вылетает от 6 до 12 радиус 675 на применение кнопки макс ударов по одному существу 5 лет назад чудес секунд но есть нюанс том что для этого нужна раскачка бима если бим не вкачать если сперн первый спел не изученный и вы качать себе ультимейта она не будет работать эта кнопка то есть вы нажмете потратить кнопку в никуда и ничего не произойдет действует это способность точнее прекращается эта способность при смерти владельца то есть и силам добито не весь ультимейт пройдет этот ульт не бьет по невидимым существам и также этот ульт усиляется аганим но если вы о нем то тогда уже про к ним поговорим а пока в этом смысла особо-то и нет развеять это тут нельзя только смертью то есть если он убит это развеивается другие типы развеивания они ее ну как бы не заставят остановить свой ультимативный спел но опять-таки важно важно то чтобы у вас был бим прокачан потому что если бим будет скачан на днёрочку и вы в качать и клип 100 демаж будет маловато поэтому пятки скупойт оставлять не особо-то профит на лучше краски по форме и буду уже потихоньку играется пт-шкой временами переключает проверять линию тайтхантеры запушивает линия луна говорит что давайте как бы немножко дайте мне помощи чтобы тайтханта там сильно много не фармил и вот уже москово но все начинается на самом деле такой методичный несложный процесс на луне нужно просто эффективно встречаться между компами также желательно когда между компами перемещаетесь попута делать стаки а потому что всегда нужно садить на тайминг он может на спаун бокс и фармить максимально много луна легко фармит многостаки много спауны и не забывайте сделать сделать даже сами если у вас есть такая возможность ну и опять таки кайфово луне фармить те спауна где появляются крипы где крипу по лесам появляется много чтобы это все было не фармилась анти время цвета и духа запускает свой ревод шуна проверяет поэт там к сожалению фигит в р какими сприт зарабатывает он бы калий слуга просто смотрит что происходит луна как виде у нас не а пока тарелку вот опять-таки особенности игрока который у нас топ-1 ранг по европе числа лучшего мира в плане пабов по крайней мере он как видим и фармит и посматривая что происходит на карте то есть не такой не игра как бы не то что афро к тарелку под музычку катает леса долбит и ничего не чекает а все проверяет только видим еще были для него сделаны кемпы дополнительные и луна себе фармит пока что выход в покупку яши понятное дело яша максимально кайфовая шмотка кстати тимбера было бы классно добить луна смещается он только лишь первый бим первый бим это маловато хотя можно подрезать саппортов саппортов подрезает кстати смещается очень красиво играет неприятный краски момент против луны есть здесь дико пифая но луна краски не позволяет мне нормально сосаться поводу игры против пугны желательно все таки бима вот в такой ситуации опять и не запускать заранее не пускать его просто так потому что бим будет нужен чтобы сбить пугни а сосалку лучше пятки с полы и по необходимости под экономить и чтобы там условно ли он под сбить если он будет там подсасывая цель тоже пугнул в общем это было бы весьма и весьма эффективнее комп тениксом у нас чудом планируют катать в этом матче интересного на сборочке для него убираются чем бы нет раньше луна была возможность нажимать бим не только в героя но еще и по области это было гоним шарт но часто поменяли теперь ага ним шар дает глеба вокруг луны то есть луна у нас нажимая как бы по сути пассивку у нее ужасно станет активкой вылетает глеба и четыре штуки будут вокруг него летать работает это 7 секунд в радиусе 175 герой получают урон на 25 процентов еще меньше роста процентов и попал по врагу впервые заоборот глеба носит ему 75 рона от владельца в принципе когда разочеку задевать противника то вы его вдомашиваете при том что пятки луна у нас герой казалось бы ранжевик но у нее очень маленькая дать атаки поэтому на в целом весьма компактно сражается поэтому шанс того чтобы ваши глеб и будут летать по абоненту это очень-очень большой шанс это что вы получаете меньше для может по себе опять таки то есть это что-то будет дополнительно под сейф то и можно мне тех леса поформить под этими глебами можно краски и линию на линии точнее файти тоже это все для себя реализовать опять немножко вот я сейчас вливаюсь в темп записания этих роликов нужно понять что муж нравится что более интересно пишите в комментарии у нас уже были опросы то есть есть два варианта контента 2 типа контента либо разбор полного матча от начала до конца или твой вариант контента это когда мы с вами будем чисто смотреть ну так вот больше по хайлайтом и такая будет больше вырезка вот напишите комментарий как вам более интересно чтобы ролик от начала и до конца или форматом условно как бы тезисно по хайлайтам и по сборкам поговорить там будет ролику раза в два меньше чем обычно то есть установить этот ролик будет идти минут сорок то такой разбит этим 20 или есть еще один вариант еще одна опция называется хардкер и батла что такое хардкер и батл это рубрика как когда я буду снимать видосы сразу от лица 2 кири то есть условно в этом матче я бы снимал ролик вот лица там луны и в и когда вот там силу до фармит я расскажу что идет в р когда пара память ну когда верка как бы там в таверне что еще я больше показываю луну в общем напишите в комментарии что у вас больше интересует какой вариант контента вам больше нравится чтобы вы хотели чаще видеть на канале я постараюсь опять-таки сделать все таки расписание цикличность выпуск ролика по таймингу то есть поставить каждый день и выпускать ролики ну и буду уже по аналитике и туба отслеживать в какое время лучше ролики выпуска чтобы вам было максимально комфортно просматривать чтобы ну кто там максимально качество людей там в определенное время с могли бы смогли бы для себя посмотреть видео ролик на канале лун и уже есть яша покупает ажа себе диадему мы добирайся потихоньку доставил я же максимальных даже для луны это дополнительная шанс ловкость это без 16 урона также повышение скорости атаки на 15 лишь и повышение скорости атаки от ловкости повышение армора понятное дело от и, естественно, повышение скорости передвижения. МС для Луны очень важен, потому что чем быстрее она передвигается, тем больше она кэмпов сумеет посетить, тем больше она нафармит. Вот и фармит. Ну, и как видим, в целом, просто делает свою работу, просто зарабатывает бабки. Ну, и уже имеет топ-1 по надфорсу. Луна — герой сноубола. Луна — герой сноубола. Луни важно, опять-таки, распармливаться. На Луни важно, опять-таки, не терять свой темп, потому что, как правило, Луна — герой Gottesμos, который имеет топ-1 по надфорсу, Ну и также себе ставят сборочку Blacking Bar уже после фантастайла. БКБшка максимально кайфовая шмотка для Луны, потому что БКБшка тут будет сэйвить от многих способностей, которые могут Луну тут поднапрячь. Ну и как видим, уже Луна себе дамаксила пассивки. Второй третий спелл дамаксила себе все-таки еще и бим, чтобы ультимативно было тоже как бы заряженное. Ну и также Луна себе выбирает талант правый. На 10 уровне это талант на снижение урона от Мункливов. Это довольно-таки хорошее усиление, потому что опять-таки там уже всего лишь 27% снижения урона от Глэвов, от Глэвов. Второй талант это дополнительное оглушение на 0,3 секунды на бим, но это все-таки менее эффективно, то разве что если вы играете через Луну магическую, такое иногда практикуется, но все-таки лучше играть на Луне такой вот физовой, нежели магической. Ну вот посмотрим, как он будет играться. У нас там ставится пауза, Тетхантер левает. Давайте, наверное, промотаем этот момент, чтобы не задерживаться и не втыкать, пока он там где-то потерялся. Надеюсь, что он вернется, а то было бы досадно садить катку в меньшинстве, пока этой духи нет. Ну, как видим, паффчик у нас очень высокорейтинговый, а паузу все-таки отжимали. Хотя нет, вроде дождались Тетхантера, он вернулся. По сборке Луна себе также покупает в этой мете к Ханду. Ханду очень кайфовая шмотка на Луну, потому что это и усиление потенциала магического для Луны, и физ потенциала, потому что Ханду это криты еще. Ну и, в принципе, это краски на бим. Работает довольно-таки неплохо. В общем, шмотка, ну, я думаю, так знаете, Ханда и Филактерия. Обязательно нужна. Тетхантера, сасирный пошло, поймали в Тетхантер. Запускается в активную от Луны. Ну, Тетуху тяжело убивает, но тем не менее пытается это делать парни. Подгибать смазку Пэндус уже после кнопок. Опять-таки, не забывайте, что нажимая маска Пэндус вы не можете нажимать спулы, поэтому сначала спулы, потом Монта. Ой, не Монта, а Мончик. Монту тоже в пустую не спускаете. Тетхантер попытались убить, но не получилось. Доминейтинг зарабатывает все Тибер. Ну и Луна сместилась, никого не убила, ну и теряет только много времени, потому что ТП-шки-то нет. МС хороший, конечно, но до КМПа нужно бежать. Нужно покидать эту линию, тут уже смысла оставаться нет. Там слишком опасно. Здесь рейваж, там есть кнопки, лучше все-таки пойти поформить. Ну и также на Луне можно, в принципе, неплохо формить иллюзиями. Можно вот так вот безопасно отпушивать, запушивать линию при помощи иллюзии Монта Стайла. Потому что иллюзии тоже срабатывают глефы, которые тоже могут линию вот так вот толкать, проталкивать, ну и заодно там провоцировать противника на то, чтобы они разделились и пошли дефать свои башни. Так вот, по поводу Филактерии и Ханду. Филактерия это шмотка, которая дает Луне дополнительную хп-шку ману. Ну, эффективные способности, эффективные, точнее, бонусы, и также еще 7 атрибутов. При этом пассивная способность еще добавляет дополнительный бонус на бин, на направленную способность. Это 150 урона и 50 замедления вылетает от этой способности. Ну и потом Ханду, которая будет еще как раз выдавать бонус от Кристаллиса. И, ну, тоже получится все весьма-весьма кайфово для Луны. Потому что мы уже с вами знаем, мы уже с вами как бы ознакомились, что у Луны на Глеба работает эффект критических атак. Так что можно будет краски еще и критям было на этих глефах выпускать. Очень кайфовая лесная шмотка падает второго разряда для Луны. Это у нас падает набор специалиста. Это плюс 7 атрибутов, плюс 12 урона. То есть получается 19 демеджа. Это дает хп-шка мана, опять-таки, залетает. Ну и, конечно же, важно то, что это именно для дальнего боя способность. И дает Луне возможность выпускать еще по двум целям плюханцу. И дополнительные. Очень даже неплохо получается. Каждый 8 секунд вылетает вот такой дополнительный бонус, что, опять-таки, Луне усиливает и потенциал пофармить крепочка в лесу, потому что можно будет запустить дополнительные плюхи еще в парочку целей. Ну и, конечно, в тимфайте тоже по кайфу, чтобы тоже запустить дополнительных плюханцев. И видим, пока Луна пытается на своем горбу тащить над ворс команды. Только лишь у Луны тут все хорошо. Верка просела, Эмбер просел в этом матче на Луна фармит. И у Луны скоро уже будет БКБшка. До БКБшки стоит всего лишь рецепт. До рецепта остается, ну, тысячу, тысячу, двести, тысячу, сто голды. Поэтому совсем скоро данный айтем будет готов. Вообще было бы неплохо парням из команды Дайр убить Рошана, но пока они с этим не спешат. Как видим, команда в целом неплохо спасили Луны. Луна у нас фармит весьма безопасно. Обычно перемещается там, где есть либо вышки, либо ворды. То есть, как куда-то далеко, там на территорию противника он не заползает. Ну и если там нужно зайти на территорию противника, там что-то отпушит, то обычно отпушивает через иллюзии. Как видим, вот ей на верхней линии тоже он этим занимается, тоже отпушивает через иллюзии. В общем, все делает максимально-максимально осторожно. Ну, было бы неплохо Луне бы сейчас возобновить себе телепорт, потому что, ну, лучше его иметь в кармане. Выбирается талант тоже правый на уровне, уже получается, 15-м. Это уменьшение кулдауна на бим. Теперь кулдаун бима всего 4 секунды. Да, он такой кайфовый бонус. Все-таки это 320 дэмэджа, еще который будет под бафан Ханду дополнительно. Второй талант это уменьшение у тиммейта на Эклипс, но, опять-таки, это не супер, как бы, классно, важно. Без этого можно обойтись. Разве что, опять-таки, если будет Луна через Аганим, но в этом матче Аганим у него вряд ли появится, поэтому, как бы, не особо-то и надо. Но, Клейту, может быть, Аганим будет. Там, условно, Саршанечка выбить Аганим. Или, когда у Луны уже прям все слоты куплены, можно купить себе Аганим. Ну, а пока в этом абсолютно нет необходимости. Ну что, фарм, фармежка, крип, долбежка у нас продолжается. В фармлю со спауна. Опять-таки, важно, опять-таки, не блокировать спауны. Если вы понимаете, что вы дофармите спаун, то отойдите со спаунбокса, чтобы там не заблокировать. Ну и, кстати, Луна прям почуяла неладное. Луна прям почуяла выроск от оппонента, потому что вот буквально через пару секунд, как Луна ушла от Эншей, туда смещались и герои команды Дайер и пытались то Луна идти. Но, как видим, пока классно все делает. Очень грамотно перемещается Сатаник. Посмотрим, посмотрим, что он будет делать на просцене, потому что, опять-таки, ММР растет. Его уже знают, про него уже слышали. Против него уже играли. Ой, хорош! Разрывает Тиммера, это было больно. Ну да, цена ультимейта на Луне, но и что? Зато там стрик из пяти фрагов выбивает с него. О, жаль, конечно, что фраг не для Луны, а для Никса, но пускай будет. Кто там не к себе, возможно, догон подапает. Луна убив своего оппонента, понимает, что снизу отличается драка. Да, у Луны есть БКБ, да, казалось бы, можно было бы уже к файту подойти, но решил он, что можно все-таки еще прогоняться, можно еще пофармить. Ну, тут больше вопрос к его команде, как бы, да, это можно сказать, что они спейсят, но когда ты спейсишь и напишиваешь триплки тэдхантеру, такое себе. Такое себе спейс. Но Луна, Луна правильно все делает. Ну, опять-таки, он игрок, который играет папчик, он сейчас играет папчик не пати, а соло папчик. Он играет сейчас папчик ради своего ММРа, потому что, опять-таки, у него, как бы, цель это удержание топ-1 ММРа для себя любимого, поэтому он играет краски на то, чтобы у него, ну, как бы, для того, чтобы расформиться и потом уже котелу затащить. Да, конечно, то, что фи происходит неприятно, но, как видим, опять-таки, у Луны большой перифарм, много золота. Командул Зайд всего лишь 2000 золота. Это все вполне играбельно. Тем более, опять-таки, потенциал Лейта, как мне кажется, лучше у парней из команды Рэддион все-таки в Лейт выйти через Тимбера, Тейтхантера и Бонника. Ну, можно, но там героя больше, чтобы закончить быстрее. Но особенно Бонник. Бонник-герой очень опасный. Бонник Луму вообще никак не перифармит, только если там ему прям фидить, как тварь. Только в таком варианте можно с Бонником как-то совладать. Но с этим, как видим, маленькая вероятность. Мы сейчас видели на экране демонстрацию, как срабатывает набор этот у Луны. Ниталь на шмотке. Вылетает дублы и вы. Кстати, смок-атака неплохая сейчас, может быть, у парней, потому что они уже почти около Рошана, но они чуть-чуть не успевают, а попытаются подрезать своего противника. Кстати, Тейтхантер очень битый, там у него стрих, и Тейтхантера можно убивать, потому что у него что-то нет Аегиса, Аегис, как раз таки, у Бонника. Луна пока звонит файт, отбегает, напевает демиджем, нападет и запускает свой рассказ, разбивает консервную банку, скрывает Тимберсо, Тимберсо, да сведу, летит. Ой, там еще и минус, подойдет к кадру, хорош фраги для Паттерфлая, Сатаник наваливает, там, походу, конец к концу, потому что конца убивают, это минус 4 героя, и очень классная вылазка. Ну вот, вот ради чего Луна поранила, вот ради чего Луна играла, вот ради чего все это было. И еще и камбэк по надворцу для Эмбар, потому что Эмбарси зарабатывает 3 полкил в этом файте, тоже кайфово поднимает бабла для себя, как мы видим прямо сейчас, без регистрации смс. Итого у нас 15-20, 2к перефарма за командой радиантов, ну и 4к голды себя поднимают они в этом файте, аж очень даже бодрячком. Мы видим такого, и зная то, что противников в таверне, может спокойно там пойти товара подпушить, и там пойти немножко у них, позабирать ресурсы, немножко пофармить эншей, допустим. Ну и попутан, в общем, иллюзии, тоже линию подталкивает на центральной линии, выходит в тайминг прохождения крипов мимо Т2-вышки, и тоже запушивает эту территорию. Ну и понимая, когда уже противник возрождается, луна у нас, конечно же, не задерживается на территории противника, а уходит в фарме дальше леса. Ну, опять-таки, лучше пофармить, лучше себя дофармить тот же сейчас выход в ханду, филактирию ханду. Покупается криты изначально, потому что все-таки криты и демаж для луны будет более профитен, нежели эффект филактирии. Ну и за филактирией тоже он сходит, понятное дело. Также подбойте себе клярити, не забывайте себе подвозить клярити, потому что все-таки, хоть и маны вроде бы нормально, но лучше восполнять, если есть такая возможность, поэтому must have. И, кстати, луна себе выбирает дальше еще и Silver Rage. Тоже весьма кайфовая шмотка здесь, казалось бы, опять-таки. В этом матче... Хотя тут есть пассивки, да. Я сейчас хотел сказать, что тут нет какой-то пассивки, которую прям нужно вырубать, а по сути там все-таки есть пассивочки, которые можно будет вырубить, потому что, допустим, тот же Тибер, тот же Тайхантер, можно им сбить. И пассивки. Нынче у нас Silver Rage не собирается в честь криты, поэтому тут нужно вот покупать Shadow Blade плюс Demon Edge плюс рецепт, и... Ну, бонус крита уже нет, поэтому нет конфликта с... Ханду, допустим. Немножко там до сплитпушился, допушился парниша на... Никсе. Там его накрыло, там его поломало. Там его чутка поднаказали. Ну, ибо нефиг шасты, как говорится. Далеко заполз, далеко запер, вот и был наказан за свои слишком борзые перемещения. Там, кстати, конец фармит, конца, кстати, снова могут поднакрыть, конца, кстати, снова могут подубить. Есть лассассирование, врыв на лицо. Есть ДПС, разваливает Дестроера. Это минус. Луна запускает свой рассказ с ультимативной кнопки, разрывает в это время парнишу на консервной планке, и пока работает БКП, нажимает свой телепортейшн, потому что, если бы пытался уйти просто на ноге, то тогда бы, скорее всего, не успел, тогда бы, скорее всего, смогли пробить. Ну, отлично, здорово, приятно. Девятнадцка уже есть у Луны, почти двадцатка. Очень большой у нее и XPM, и ГПМ. То есть мы видим то, что по опыту почти косарь. 995 было вот только что у нас на экране слева. Ну, а по золоту почти 800 у нее ГПМ залетает. Тоже весьма-весьма ГФЛ бонус. Как видим, сейчас так вот прям зафармливает себе там пачку, просто запускает удар, и все нахрен падает. Жестко. А при этом еще срабатывает дополнительный сейчас бонус у Луны на двадцатом уровне. Он себе выиграет талант как раз-таки правый, опять правый. Это атака по двум цели. Опять-таки, не забывайте, что можно нажимать Alt на способный, ну, на иконке в доте, условно, и получать только информацию. Допустим, вот у нас не действует на лучи от Эклипса. Это способность, но, опять-таки, две атаки залетают у нее по целям Бима, если что. То есть это краски сместили у нее былой Академ Шар, когда Шар тоже давал оскоки на Бим Глайвы. Ну, точнее, на Бим Удар точнее, и там глыбы вылетали. Сейчас тоже так работает, похоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О май гадабл, что это было? А где консервная банка? Как же быстро разрывается этот парниша. Ну, Академ Шард очень классный. Луны, и Луна, опять-таки, у нас на овер-уровне, на овер-фарме все максимально по кайфу. Все максимально хорошо. Ну и ждем, когда у Луны уже появится шмотка третьего разряда. Буквально вот через минутку выпадут у нас шмотки уже третьего тира лесные. Третьи жетоны. И можно будет что-то себе еще подапать. Тайтхантер запускает свой якорь подкатывает на ябра. Эмор, слишком бор заиграет. Он перепрыгивает. Пайт, ну как же больно. Наваливает конец. Конец делает больно. Вот такой вот болевой конец у нас на бойнике катает. Добрый вечер, я Бен Флетчер. Отступает у нас Баттерфля, немножко на возвышенность, но понимает свой потенциал. Поэтому может подойти. И запускает бим. Там, кстати, вылетать в Плюхан Теврубена. Ну вот сверху видно, сколько урона снялась. Не очень много, но все-таки было неприятно. Ой-ой-ой-ой, там загулял парниша еще и на них Сеникса поломали. Кстати, там есть БКБ, что ты понимаешь, что тут загулял уже у нас парниша. Лучше уходить. Ну, он сразу-сразу жмет дабл-флик на ТП. Делать ТП сразу на базу, чтобы точно улетать. Потом пока по карте, какой-то точкой выбери. Там, ты пошел быть дольше, и это было бы опасно. Ну, да, команда напидела. Хотя, опять-таки, тут Луна тоже спровоцировала врыв слишком далеко-глубоко. Поэтому тут, как бы, все поошибались. Но главное то, что Луна не умирает. Луна не теряет, опять-таки, свой огромный нетфорс, стрик и так далее. Так, шмотка. О, кстати, очень классная шмотка. Это у нас не месяц курс залетает для Луны. Это увеличение наносимого урона на 8%. А также еще пассивная Glacify залетает у нее. Атаки владельцы накладывают на жертву эффект, который увеличивает наносимый по ней урон на 12%. Работая 5 секунд, этот эффект может действовать только на одну цель одновременно. Ну, в принципе, когда Луна дает фокус, это, как раз, и пока их залетает. Этим клинком можно будет делать метку, скажем так, на оппонента. И его там пробивать. Допускает раскатку Тайхантера, обливает, пока что, лужей. И, кстати, неплохо так-то в этой луже, в этом масле пробивает Луну. Луна упала. Вот такая вот у нас Луна, оказывается, вся обмазанная маслом. Очень эффективный выход делает парни из команды Дайер. Убивает Луну впервые в этом матче. Луна пока проверяет, что происходит в файте. И изничтожает там конца. Конец упал. Там, кстати, в этом и Никс развлекается. Подкатывает к Тимберсу. Консервную банку пытается вскрыть. Но, кстати, консервную банку так-то может отвалиться. Там еще Эмбер рядышком. Ой, полкп, ляпдогон, до свидания. Спасибо, что посматриваешь, что происходит на карте. А там, кстати, чуть выше тоже происходит драка. У нас поймали Пугну. Пугна подсасывается. Есть чем сбить. Есть Шеклз. Подвязывает Пугну. Пугна донки плотные. Оказывается, здесь запускают свои бласты и удары по оппоненту. Пытаются пробить как раз таки Бэтрайдера. Дукали сыграет максимально агрессивно. А есть вообще чем посмотреть. Инвиз имба и не контриться. Ну, пингуют парни, где находится у нас сейчас Пугна. Знают или не знают, сделают или не сделают. Нет, Пугна чуть выше, чуть левее. Но и нашли Пугну. По итогу Пугна падает в таверну. Итого у нас 22. 27 на 28 минуте этого противостояния. Ну что, самое время поставить лайк, пока у нас Луна сдохла. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть в этом матче по артефактам. Что еще у нас? Так, Луна, не клик, пожалуйста. Что у нас еще прикупили в этом противостоянии? Это Луна кликает. Я не могу, наверное, посмотреть на иконке. Так вот, у нас тут Глэпнир планируется для Вэрочки. Ну, хватит, успокойся, алё. Так, ладно, давайте так сделаем. У него повышенная кликабельность, он не может успокоиться. Дагон у нас уже третьего разряда имеется у них сам. Эмбер спирит, там, кстати, у нас никого-то там подать планируют или что? Там чуть-чуть у нас драка начинается. Ох, ладно, давайте потом уже здесь посмотрим. Я понял. Я не успел это все сделать. Луна, кстати, пока подкатывает к Пайту, там разрывают у нас в тремя края. Край упал, край отпалился, и это минус. Ну, и так же с Файта у нас перемещается рыжая. Как мы видим, в принципе, лучше поформить. Лучше поформить. Луна у нас уже покупает себе Shadow Blade, ну и дальше надо добрать себе Северейдж. И так же сатаник. Сатаник для Баттерфляя, опять-таки это его второй никнейм, если что. Сатаник. Сатаник хорош на Луну, потому что это позволяет Луне прям максимально быстро себе возобновить хп-шку. При этом еще Сатаник собирается из артефакта, который есть составляющий Масков Меднеса. А Масков Медес можно разбирать, поэтому чуть меньше золота он потратит. То есть можно, ну, эффективно свои ресурсы переставить, скажем так. Чтобы было бы максимально хорошо, максимально по кайфу. Так. Одна смех, одна ошибка, но ничего страшного. ТОП-1 ВМР катает очень классную катку. Очень потеет в этом матче. Сражается за свои ПТ-эсики. Интересно, как долго он катку вообще ищет? Учитывая то, что у него ТОП-1 ВМР по Европе, я думаю, что поиск катки занимает минут 15-20. Все-таки, когда ты, ну, ищешь катку примерно плюс-минус половину времени своего матча, то тебя снипло так мотивирует на то, что, на то, чтобы катку отыграть максимально хорошо. Ну и опять-таки у него такая борьба, прям борьба с Ватсоном, потому что Ватс у нас, ну, парочку раз терял свое первенство. Ох, Тайхантер, здорово! Вот это врыв! Вот это нападение. Получается весьма красиво. Киды деможи тут пока у нас луна. Подноваливают, накрывают деможем. Дубка если он падает, разваливается край. Есть ДПС, скрывают там еще и конца. Конец упала, там минус. Ну и даблкил зарабатывает все баттерфлят тем временем. И вот такой вот у нас кайфов-прак происходит на 31 минуты. Дарова, ёпта! Дарова! Хе-хе-хе-хе-хе! Нифига себе там залетели! Ну, Тайдух такой чисто подкрался незаметно в драчку. Неплохо подраздал, как мы видим, тут ДПСом. И попать 3 капу, что у нас получилось здесь, ну, примерно плюс-минус на равных. Ну, главное, то, что луна не сдохла. Но неожиданчик, неожиданчик произошел, скажем честно. Прикол Десна. Отыграли. Так, Шивы там себя приобитает Тайдхантер тем временем. Луна добирает себе сильвый рейдж. Так, а что у нас еще тут из такого, что мы пропускали, может быть, есть? Ну, боник, вроде бы норм. Вроде боник норм, хотя 5 смертей перебор, конечно, для боника. Вот если бы хотя бы на 2-3 было меньше, было бы нормас. Так, луна. Глядьсусе дальше. Скоро будет 25-й, скоро бы талант у него вкачан последний, ну, точнее, не последний, а 25-го уровня боталант вкачан. Там уже дальше только рост до 30-го левела. Что вкачает? Ну, я так думаю, что он вкачает себе снова талант правый, только чисто правая луна у нас получится в этом матче. Хотя, лучи Эклипс с оглушением на 0-25 секунду тоже вроде бы прикольно, но урон, вот, лунар блейтинг как-то поинтереснее. Потому что, опять, урон лунар блейтинг это будет, получается, плюс 40 для луны, потому что луна получает удвойный дэмэдж. Это будет 20-ка каждому тиммейту, ну, плюс 20-ка кема, что уже есть. То есть, по сути, это будет x2 для тиммейтов усиления, а для луны это вообще будет какой-то звездец по дэмэджу. Это будет плюс 82 урона. Дополнительно, прикиньте, 82 дэмэджа это нихера себе. На секундочку, как бы, это дэмэдж, который вот там тоже, та же Ханду дает всего 50 дэмэдж, ну, 58 дэмэджа. Разрывает края, край зашел далеко, был наказан, поэтому парням лучше немножко тут не боковать, лучше отойти, потому что можно и на Фидунька телепортация весьма опасная, кстати. Не, нормально, нормально, вылетает на верхнюю линию и продолжает фармить. Не теряет время сейчас, нажимает ТП не на базу, а на вышку, для того, чтобы как раз таки сразу продолжать свой фарм, ну, и продолжает себе зарабатывать бабосик. Ну, и также себе выбирает в сборочку еще такую шмотку, как этот блинг зеленый, это свифт блинг. Тоже будет для него весьма-весьма кайфовый айтем на дальнейшее улучшение. Пока есть БКБшка, было бы неплохо добраться до базы соперника, было бы неплохо доломать все внешние вышки, ну, и надо дождаться Никса. Кстати, аршан был номер 2, поэтому в аршане должен был быть баннер, а баннер уже стоит. Вот он стоит на линии, баннер, как работает баннер, баннер ставится на линию, крипы, прошедшие мимо баннера, получают себе бонусы, получают себе усиление, и крипы, получается, у нас по итогу будут что делать? Крипы по итогу у нас будут дополнительно получать себе хпшку и урон. Очень даже неплохое улучшение для крипасиков получается, это смотрится нормалин. Ну что, 24-32 у нас на экране, фарм-фармежка продолжается полным ходом. Луна у нас уже, думаю, скоро пробьет 1000, да, 1000 пробила уже по опыту для себя луна, но по золоту, наверное, 1000 не добьет, хотя есть сейчас, луна начнет прям сражаться, драться и ломать базу, то тогда и косарин гол перминут пробьет. Разбивает консервную банку, это минус, кстати, очень классно, потому что он падает без байбэка, уже подвышка находится в центре парня из команды Рейден, поэтому тавр этот можно поломать, тавр этот можно уничтожить, а там сверху тоже крипы подвышкой, поэтому эту территорию тоже можно подломать. Кстати, пишите в комментарии, какие еще герои вас интересуют, какие герои и какие позиции. Вы еще хотели бы видеть на этом канале роликах такого формата, буду искать какие-то сочные классные катки, буду искать и записывать для вас такие вот карелочки, поэтому пишите в комментарии, чтобы вам интересно было глянуть, какие герои вас еще интересуют, или игроки, которые вас интересуют. Ох, нихрена, там демэдж пошел, ну, подлетает сатаник, ну, сатаник это буквально там секунда-две хлобысты фулл хп, будешь в луне рассекать, поэтому в целом восстанавливаться легко. Вот один бим, хоп, и уже себе восполню, там, косарь хп примерно, плюс-минус, хотя, наверное, лучше бы потом нажал, потому что он по итогу не фуловый. Хотя можно, как бы, и без эффекта сатаник подегенится, там. Оставьте пачку, пожалуйста. Вот так запускает, хлёп-хлёп-хлёп, и чё-то хп подлетает. Нормально, короче. Тем более, там еще есть аегис, поэтому сойдет. О, Тейтхантер далеко вылез, есть по нему бим, есть удуар подкат, под луна дебаб, поэтому через Сильвер Рэйдж, но там есть сразу у нас дикапифай на пару с форстафом, и подпревели свою тайдуху. Кстати, в теории, в этом матче можно бы купить на луну было нули фаер, потому что нули фаер помогал бы как раз-таки против пугны, чтобы снимать бесплотную форму. Это было бы норм. Там пока потопля перемещает себе кнопки, более удобно. Сейчас главное не нажать кнопку в молоко, когда перемещаешь, что бывает такое, что ты ставишь, ну, в слот, где ты обычно эту шмотку не ставишь, и ее случайно прокликиваешь. Опа, подползает, есть у меня есть, и здесь контридца не уба, развивают. Очень быстро конца. Но у конца есть байбэк, он может возвращаться, он может покупаться, разбивает Рубеныча, Рубеныч пытается бежать, луна полетела прямиком уже под трон противника, у него есть Егис, поэтому может себе это позволить. Разбивает Рубика, Рубик упал, выкупает тайдуха. Тайдуха уже помчался к пайту, луна, кстати, пока кнопки своей не тратит, потому что можно слетить о Егис, в принципе. Хотя нажимает сатаник, кстати, по итогу, но, наверное, все-таки зря. Он тратил сатаник сейчас, потому что сейчас он умрет, и он умирает без сатаника. БКБшка в кулдауне немножко опасно, хотя там, наверное, его и не подцепят, напиливая деможи в этом бонфлетчер. Подлетает на Баттеркляй, пытается его поломать, запускается и не заказается удар. Вот сейчас бы сатаник был бы нужен. Не стоит сливать сатаник до потеря Егиса. Тем более, учитывая то, что у луны сейчас не было БКБшки, это ошибка. Это ошибка, не надо было наживать сатаник. Надо было просто входить максимально далеко, куда можешь уйти, возрождаться и потом уже пытаться драться на сатанике. А так, это вторая смерть для луны. Это, ну, немножко не доиграл, скажем так. Ну, бывает такое, как видим, даже в топ-1 в МР может немножко ошибаться в таких моментах. Опять-таки, игра еще не выиграна. Игра еще не выиграна. Тут, как бы, перефарм всего 12-го золото, и Бонник может базу очень быстро поломать тебе в ответ. Поэтому, то, что ты и луна, у которой там надеясь точно творится больше, что ты такую катку все еще можешь проиграть. Так что все-таки не стоит такого делать. Ну и пока у нас решила отдохнуть, видимо, альтаблуса. Давайте перемотаем в этот момент, пока он в альтабе. Чисто на минутку вперед мотнем. Да и все. Пока мотнули, там у нас убили леникса, кстати. Ну, ничего страшного. Луна возрождается, продолжает фармить. Очень важно в такой стадии игры себе все-таки оставлять бабки на байбэк, потому что байбэк для него будет очень даже кайфовым. Байбэк для него будет сейчас необходим. А то одна смерть, она ошибка, хлобысь. И вот он. Слиты ПТСик, и вот они, как бы, просевшие значение циферок, и вот он уже не табалин по Европе. Ла-Сосирование тратит фарминал с Бэтрайдер. Нажимает БКБшка, реагирует на врыв оппонента, но его все же доломали. Два героя по итогу в таверне у команды Радиентов, и один из них без ББэка полминуты, поэтому сейчас даже можно еще и Тауэр потерять. Вот ошибочка, ошибочка-ушипочка. Для команды Радиентов нужно поосторожней поиграть. Но пока не стоит пригаться за деф Т2 ТВшек. Т2 Товара, они сейчас уже ничего не дадут им. Лучше все-таки дефать. Если дефы, то дефы только базу. Кроме базы, тут уже нет смысла что-то дефать. Надо только так играть. Только так, никак иначе. В общем, будем посмотреть на их дальнейшее телодвижение по экрану в этой катулечке. Ну что, 28-35. Один с каперрифармом. Что, думаю, Дота в этом матче? Дота, кстати, несмотря на очень большой фарм Луны, несмотря на огромный потенциал Луны в этом матче, все еще немножко усомнилась в победе команды Рейдита, потому что как бы тут по сути одна ошибка, ты ошибся. Один файт, как бы все можно проиграть. Кстати, очень кайфовая шмотка падает четвертого разряда для Луны на 37-й плюс минуте. Это у нас подсыпается шмотка под названием Ниндигир. Ниндигир это дополнительная скорость передвижения, плюс также дополнительные 20 ловкости, а это 20 урона, плюс армор, плюс атакс пид. Ну и также это еще у нас эффект смока. То есть Луна может так вот с подветренной куда-то залетать, плюс опять-таки это еще повышенная скорость передвижения под смоками, то есть Луна еще быстрее преодолевает большие расстояния, потому что в смоках у Луны под всеми ее артефактами, бонусами 525 мс было только что. Вот так быстро тегадыкало. Луна у нас, как мы видим, очень быстро перемещалась. Ну и фармеж продолжается. На байбэк нужно себе бабло оставить, ну и также хотелось бы конечно себе подапать блинк зеленый, но как видим там избыток всего лишь 1500, поэтому бабки пока сливать некуда. Далеко летают его тиммейты, там Никс палец открывает консервную банку, точнее пытается ее скрыть, но это будет фит Никса, ну такой свет Никса, если честно, 16-ая смерть еще на приколе. Да, 17 раз на фиг делал это дохера. Сколько у него еще ММРа? Давайте проверим, что это за... секундочку, что за парниша, сколько подвесика у него? 200-2 рак у него, кстати, так-то не очень мало, но он очень-очень много спейсит. Возможно, он это так оправдывает, пацаны я не вижу, я спейшу, я там развел на ману, развел на хп, развел на ультимейт и так далее. Рошан 1 минута, кстати, 1 минута Рошана, до минуты Никс, поэтому ждем появления и того, и другого, и это будет Рошан номер 3, это будет либо рефреш, либо аганим, учитывая то, что у нас Рошан появится снизу, это будет у нас получать рефреш плюс баннер плюс аигис для парней, там, кстати, намечается драка, при этом Никса нет, драться опасно, подцепили луну, луна у нас пока что ломает, якорь будет сломан прямо сейчас, очень-очень опасно, нужно максимально сейчас его поиграть, подкатывая к файту уже Эмбро Спирит, немножко отгоняя и прыгает Тейдхантера, бейтрайдера нет, а Рошанчик скоро будет, а вот бейтрайдер без бейбек, поэтому походу сейчас будет драка без бейтрайдера, и это еще один вариант того, что ухудшаются дела для парней из команды Радиант, нельзя такое допускать, это противопоказано, нельзя так делать, так можно катку слить, так, у нас поехала консервная банка, луна рядышком в инвизи, подкатывает вверх, нужно поймать и убить сразу же моментального парня, ай, связка, забавно, подвязываю тут луну, разваливает Blue Rose, за минус есть, оу, унич на экране, подъезжает на руу, и руу там весьма неприятно, поломали конца, конец снова упал, вот такой кайфовый минус у нас подъезжает на экране, пробивает, там еще подвязка у нас в Баттерфляне, запускает свои плюханцы по оппоненту, он там пока выползает из файта у нас, консервич, консервич пока, кстати, живет, а вот не живет у нас тут Рубель, и уже без Баттерфляне отдыхает у нас Бон Флетчер, а вот диспетчер в таверне, это очень хреново, потому что это главный керри потенциал у команды Дайров, и еще разваливается Тимберсоу, и с телепортацией Пугна улетает, кстати, Рошан появился, но нет Бонника целых 100 секунд, и сейчас парни могут попытаться выбить Байбек из Бонника, а его нет, а раз уж Байбека нету, можно базу сломать, а Луна ломает базу очень быстро, потому что у Луны Голубы работают и по постройкам, так что как только падает вышка, сразу падает база, и кстати, что нам еще подвезает Тайдхантера, нужно бы как бы Инвиз спалить, о, Инвиз контрится не еба, провожает Тайдуху, есть Глимер Кейп, и Луна летит прямо на хайграунд к оппоненту, демонтирует башню, башня рассыпается, правда работает бэкдор, потому что крипы это далеко, а парни, может быть вы крипов подведете, ну да, что-то попытались, подолбили, долбиться ненормально, долбиться плохо, поэтому лучше все-таки крипу дождаться, ну нас ждет, Бонника нет, Бонника все еще нет, Байбеки давайте откроем Байбеки, это крайне важно, хотя опять никто не в курсе, как в Доте смотреть Байбеки, сверху есть табличка, показывающая Байбеки, допустим у нас в этом матче, вот, без подсветки, Байбеки у Никса и у Бонника это не от Байбека, а если есть такая желтая каемочка, то это означает то, что есть Байбек, ну и парни как раз пытаются эти Байбеки выбивать, но их там маловато, есть лассосирование по арбузу, арбуз у нас будет сейчас запечен на гриле, есть бим, удар, еще удар, работает ханду, работает дэмэдж, работают лейвы, разваливают Тайдуху, Тайдуху, братуха живет, Тайдуху, братуха ушел, есть прострел по варшотам, по замесу разваливает Дукалис, Дукалис минус, напиливает дэмэджа, пробивает там еще и консервную банку, консервич пока убегает прочь из файта, его там напиливает, наваливает дэмэджа в эрочка неплохо, подъезжает снова по трофе, в замесу и накидывает там ДПСа, пробивает Тайдуху, Тайдуху пока вроде бы живет, здесь Глэпнир, до оппонента, отступает, у нас пока здесь парнишина рыжая-рыжая, пока пытается из файта отойти, ну и пошли у нас по этому уничтожению по героям команды Радиант, но они в целом мид сломали, свою задачу они выполняют, частично Луне лучше уходить, Луне лучше убегать, потому что у Луны могут быть проблемы, потому что у Луны как бы уже маны нет, кпшки нет, но можно себя очень быстро хп восстановить сатаником, ну и на базу на регенерацию маны отправляется Луна, Луна кстати по сути уже у нас имеет 6 лотов полноценно максимально жестких, потому что у Луны как бы уже это и менять нечего, ну к Ханду шмотка дорогая, это не дешевая шмотка, это там 5к плюс он стоит, поэтому есть ли смысл ее сейчас менять, продавать, я думаю, что нет, так что в принципе он себе купил уже ну ровно пикацию все Ханду, но я был прав в принципе, так вот нет смысла ее прям продавать, мне кажется, ну Аганим, Аганим можно купить Луни и сразу его скушать, плюс можно купить себе муншард еще Луня, а что дает Луни Аганим, давайте тоже поговорим, потому что еще бы нет, Луни Аганим делает альтеративную кнопку пулеметом, скажем так, потому что увеличивает количество лучей и увеличивает количество ударов у героев, и работает аж 5 и 4 секунды, поэтому в целом, а еще можно повесить на какую-то цель, то есть можно применить на своего тиммейта, вот он на Эмбера, он летает Пайт, и это все дает рассказ по противнику в более близком расстоянии, Добл Кьюл, зарабатывает на себя Луна тем временем, развалит там еще и Тайфханр, Тайтулка, Братуха, минус трипл Кьюл, готов для Луны, пойдет нормальный, хорошо, на ХГ-шку, у нас закидываются эти Бонька, у Бонька проблемы, Бонька мог поломать, это будет минус концу, конец, 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 упадет, минус ультракилл и рэмпэйдж, иди сюда, родной, рэмпашка в Кайп-таверне, хо-хо-хо, это вот он тоже можно жахнуть, это будет дабл рэмпашка для Баттерфлая, и как же мать его, он хорош, хе-хе-хе, хорош, хорош, отличная катка, тут у нас такие вышли, весьма каком моменты, я даже, наверное, какие-то моменты нарежу на хайлайты, ну не на хайлайты, точнее, на эти, на шорты, нарежу моменты для дополнительного распространения видео, прикольно, мне понравилась катка, на десуну тоже понравилась, это была катка топ-1 мр по Европе на текущий момент, это Баттерфляй, молодой керри, 16-летний, который разваливает пабы, ну, он пока еще не разваливает прост-сцену, хотя на прост-сцене у него катки, ну, нормальные, нормальные, там команда как бы не самая сильная, я думаю, что если команда будет помощнее, то тогда у него будет прям хороший потенциал, ну и, в принципе, посмотрим, что будет с ним дальше, потенциал есть у этого парня, если все будет делать грамотно, то тогда, возможно, где-то изыграет в какой-то классной команде, спасибо всем большое за внимание, спасибо всем большое за поставленные лайки, напишите в комментарии, как вам данный ролик, опять-таки, давайте посмотрим в конце, сколько у него в этом матче было внесено дэмэджа, и уже будем прощаться, опять-таки, не забывайте, что от подписки растет количество подписка на канале и конечно же пиписка так по дэмэджу по дэмэджу по дэмэджу думаю тысяч сколько тут 38 фрагов ну пускай с магический ну 42 тысячи дэмэджа 56 ну да что-то немножко не покинул но в отцом классом сделал класса сыграл топ-1 топ-1 законные имеет этот парень прямо сейчас на текущий момент записи все до скорых встреч а у меня приподнял до следующего ролика или до следующего стрима тут как пойдет